Друзья, приветствую. Извиняюсь за свой некий внешний вид. Хотела с вами поговорить про такую тему, о пой, о корм. И вообще, что такое еда. Вы понимаете, что эта информация в частности касается женщин, мамочек, хозяек, жен. Поэтому всегда испокон веков еда, собственно, приготовленная женщиной, обладала действительно силой. Не просто так говорят, что когда ты готовишь что-то кушать, почему кухня является сердцем дома. Когда мы готовим кушать, если мы готовим в плохом настроении, то есть тот посыл мы, безусловно, особенность человека, обладает какой-то силой, ресурсом. То есть, безусловно, вот этот посыл, он вкладывается в еду. То есть, знаете, действительно здесь очень подходит фраза «мы те», как же это правильно говорится, «мы то, что мы едим» или вот что-то такого плана. А корм – это достаточно поганая, мерзкая программа. Она имеет свойство встраиваться в генетику человека, в ДНК. Такую программу достаточно тяжело снимать. Она снимается болезненно. То есть, это однозначно, это очевидно через тошноту, через рвоту, через расстройство пищеварения. Для чего это делают? То есть, это некая привязка. То есть, понимаете, это даже еще сильнее, чем привязка через вещь. То есть, через подклад, через порченный подарок. То есть, на самом деле, а корма, пои – это действительно страшные вещи. Потому что эта программа, она проникает вот прям в тебя. И сейчас происходит такой момент, почему я решила записать данное видео буквально по живому опыту, по работе с людьми. Сейчас уже у некоторых людей, скажем так, те мужья, которые кушали на работе, причем у этих жен, ну, были подозрения, они небеспоченные, да, что что-то делают, да, вот такие вот а-ля поварихи. Как правило, они одинокие, они там с детьми, то есть, ну, вот через еду реально ваяют. Потому что я понимаю, что, да, в ваших головах, скорее всего, это не совсем укладывается, да, когда я говорила, что реально колдовство повсюду, оно реально повсюду. И лучше, конечно, кушать, да, что-то. Ну, понятно, в идеале там, да, свое выращенное, свое купленное, потому что никогда не знаешь, да, не угадаешь, где ты уж того, где ты и что у кого купишь. Я уже выпускала такое видео, знаете, вот а-ля вот эти добрые молочницы, да, добрые фермеры. Вот, потому что такие люди, 90% они реально заговаривают, да, они наговаривают, они делают переклад через еду. Короче, это действительно поганые, неприятные вещи. И благодарите высшие силы за то, что вот если вы, была у вас такая проблема, да, скажем так, то есть резко, к примеру, там, мужа кормили на работе, да, резко там перестали, что-то случилось, отвели. И здесь однозначно вы, либо вы проводите чистки, либо вам помогают, да, либо вам мастер помогает, либо вселенная, либо вы сами, да, обладаете каким-то потенциалом. Опять-таки сейчас люди продолжают пробуждаться, понимать, что происходит, да, что все не так просто. Но вот такую информацию была обязана донести. То есть если, да, не пугайтесь за то, что прибавилось, да, там побольше хлопот, но всегда, да, в искон, как-то правильно сказать, да, в искон веков, да, жена должна кормить своего мужа, да, свою семью сама. То есть понятное дело, да, что в современном мире это, ну, как бы сложно, да, потому что какие-то все равно существуют перекусы, да, какие-то вот эти там, да, безусловно, столовые рабочие. Я не говорю сейчас там, да, что все, везде все проклято, не надо там, да, вот так вот утрировать, но реально этого дерьма очень много, очень много. И опять-таки, да, прошу сейчас обратить внимание, сделать акцент именно тех людей, кто с этим столкнулся. Вот, лучше такие хлопоты, лучше вы будете кормить сами собственной едой, да, собственной энергией, чем какая-то там, да, чужая тетя, чужой дядя. Вот, ребят, больше вас сказать не могу, надеюсь, услышали. Ну, опять-таки, да, кто понял, тот понял. Ну, и как всегда, да, хорошая мысля приходит и посля. А также данная ситуация относится к свекровям, ну, к такой категории, я бы сказала, к свекрухам, да, которые там кормят, вот, потому что количество черных свекрух развелось. Ну, я думаю, вы тоже как бы понимаете. Ребят, я уже молчу, что у кого-то собственная мать является вот той самой нечистью, погонью, да, которая работает по собственному ребенку, да, закрывает, обращается. Ну, это уже немножечко другие моменты, но как бы к тому, что опять-таки, ребята, я вам напоминаю, откуда берутся колдуны и ведьмы. Их, блядь, не аисты приносят, понимаете. Это люди, это оболочки, да, это боты, рожденные, ну, человеческой маткой, да, вот если же прям грубо говорить. Вот, ну, и опять-таки вспомним тот момент, насколько много дерьма в собственной родне. Если вы имеете силу светлую, ну, значит, в вашей семье есть черный. Это закон, как бы принимайте вы это, не принимайте. Понимаете, неверие, оно вас вообще ни хера не спасает. Я даже сейчас немножечко, да, говорю на эмоциях, потому что я считаю, что люди, которые не верят в колдовство, ну, а на них, как бы, да, херачат, я считаю, что такие люди гребут заслуженно, потому что невера, как бы, и незнание, оно не спасает. Ну, погребите вы, ну, попробуйте пройти там всех врачей, всех специалистов. Да один хрен, вы все равно придете в экзотерику, как вы называете, в магию, и все равно вам придется поверить там, да, что это либо порча, либо то-то-то. Но поймите, вы дойдете, да, этого тогда, когда у вас будет полная жопа в жизни, когда разрушение пойдет тотальное. У вас, как бы, была возможность там, да, скажем так, спасти, но, да, вы не послушали. Понимаете, быть вот таким страусом, засунуть голову в песок, да, выставить как бы задницу, да, мне там пофигу, да, делайте со мной что хотите, я не верю. Если я не верю в порчу, она там ко мне не прицепится. Ребят, вот если вы так думаете, она к вам прицепится к первому. Вот. Теперь я закончу.